Библейский портал экзегет.ру представляет 21 глава Третьей книги царей. Читаю свой перевод с небольшими комментариями для библейского портала экзегет. Ну вот в 20 главе у нас описание войны Северного Израильского царства в главе с царем Ахавом с соседним Арамейским. Со столицей в Дамаске. А вот 21 глава посвящена уже внутренним израильским проблемам. И собственно говоря история, которая в 21 главе изложена, она и есть причина падения царя Ахава, могучего царя Северного царства, о котором довольно много рассказано в этой книге. После всего этого случилось вот что. У Навота из Израиля был виноградник в Израиле, подлец дворца Ахава, царя Самарии. Просто его земельный участок. Ахав обратился к Навоту с такими словами. «Отдай мне свой виноградник, и будет у меня рядом с домом сад для разведения овощей. Я дам тебе взамен виноградник лучше прежнего, а если пожелаешь, то заплачу за него серебро». Вот смотрите, сегодня, чтобы конфисковать землю для государственных нужд, жилье там для реновации или там участок для строительства какого-нибудь стадиона Олимпийского. Много ли нужно? Да вообще практически ничего. А тут царь уговаривает владельца этого виноградника. «Давай поменяемся на другой участок, или я тебе заплачу его цену». Но Навот ответил Ахаву. «Не бывает тому, чтобы я, вопреки воле Господа, отдал себе наследие моих предков». Что он имеет в виду? Дело в том, что земля не понимается как собственность вот конкретного человека. Это скорее родовая собственность на дел, который переходит от деда к отцу, к сыну, к внуку и так далее. И Навот не хочет продавать. Это вот виноградник, который возделывали до него его предки. И он не считает себя даже вправе это делать. Ахав отправился домой в тоске и тревоге после того, что сказал ему Навот из Израиля. «Не отдам тебе наследие предков моих». Он лежал на постели, отвернувшись к стене, ничего не ел. К нему вошла жена его из Эвели и заговорила с ним. «А чего это тоскует твой дух, и ты ничего не ешь?» Он ответил ей, разговаривал с Навотом из Израиля, просил его продать мне свой виноградник за серебро, или, если пожелает, поменять на другой. А он отказался продать мне свой виноградник. Ответила ему его жена из Эвели. «Что же ты за царь израильский, если так себя ведешь? Поднимись, поешь и воспрянь, а я добуду тебе виноградник на воду из Израиля». Вот она сторонница сильной царской власти. Ахав – жестокий правитель, который казнит направо и налево, но он уважает это правило. Земельный надел человека – это его надел наследственный, который переходит от одного к другому. Если он не хочет продавать, ничего не сделаешь. Для Израиля ничего трудного нет. Царская власть абсолютно самодержавна. Она написала письма от имени Ахава, запечатала их его печатью, и разослала старейшинам и знати того города, в котором жил навод. Вот что писала она в письмах. «Объявите пост, посадите наводов в собрании впереди всего народа, и посадите напротив него двух каких-нибудь негодяев, чтобы они произнесли свидетельство. Ты проклинал Бога и царя». Ну, буквально написано «благословлял», но это явная такая вот замена того, чего нельзя написать, проклинал Бога. Понятно, что за это смертный приговор. «А потом выведите его, чтобы казнить, побив камнями. Жители города старейшины и знают поступили, как требовало от них изъявили, как предписывала она в посланных ей письмах. Смотрите просто, чтобы завладеть собственностью, обвинять его в богохульстве и в измене». Да? Политическое и религиозное преступление. Они объявили пост, посадили Навота в собрании впереди всего народа. Затем пришли двое негодяев, сели напротив него и стали эти негодяи свидетельствовать против Навота перед народом. «Навот проклинал Бога и царя». Тогда его вывели за город и казнили, побив камнями. А потом передали изъявили «Навот побит камнями, он мертв». Когда изъявили услышало, что Навота казнили, побив камнями, она сказала Ахау «Ступай, забирай себе виноградник Навота из Израиля». Он отказался продать его тебе за серебро, а теперь Навота нет в живых, он умер. Как только Ахау услышал, что Навот из Израиля умер, он отправился в его виноградник, чтобы завладеть им. Вроде сам и не виноват, вроде так она подстроила, для него сделала, но ведь он на самом деле наверняка понимал, как это произошло. И было такое слово господника Ильи Стижбы. Это вот как раз у нас пророк, который все время вступает с Ахау в противоборство. Слушайте, у нас только что были великие события. Голод в стране, война с арамеями. И как бы на этой войне Илья, кстати, никакого участия у него там не было, он вообще даже рядом не присутствовал. А тут всего лишь одного человека, ну, осудили несправедливо, мало ли бывает. И было такое слово господника Ильи Стижбы. Выйдя навстречу Ахау царю израильскому, который в Самаре, он пошел виноградник Навота из Израиля, чтобы завладеть им. Передай ему, что, говорит Господь, совершил убийство и вступаешь в наследство. Передай ему, что, говорит Господь, на том самом месте, где слизывали собаки кровь Навота, там будут собаки слизывать и твою кровь. Вот, видимо, потому, что нарушение этой справедливости, причем нарушение царем, человеком, который должен осуществлять правосудие в стране, вот это и есть страшный грех, это и есть то, что хуже нашествия иноземных завоевателей. Ахав сказал Илье, нашел ты меня, враг мой? Тот ответил, нашел, ибо предался ты делам, которые злы пред Господом. Наведу я на тебя беду, тебя не звергну, от нему у тебя в Израиле всех мужчин от мала до велика. Я поступлю с твоим родом так же, как с родом Яровама, сына Невата, и с родом Баши, сына Ахии. Это два предыдущих царя, которые погибли в результате военных переворотов, и все их дети мужского пола были убиты. За то, что ввел ты Израиль во грех, мне назло. И о Изавеле сказал Господь так, собаки сожрут труп Изавеле подле Израэля, той местности, где, собственно, этот участок был. Кто умрет у Ахава в городе, того сожрут собаки, а кто умрет в поле, того склюют птицы небесные. Не бывало еще другого, как Ахав, кто настолько бы предался делам, которые злы пред Господом, а подстрекает его жена Изавель. Что за мерзости он вытворял, следуя за идолами, так же поступали и Амарии, которых изгнал Господь ради народа Израиля. Когда Ахав услышал эти слова, разорвал свои одежды, обернулся мешковиной и стал поститься. Вот он все же решил каким-то образом покаяться, но участок-то не отдал. Это вот формальное покаяние, когда человек изображает раскаяние, но не меняет своих поступков. В мешковине он даже спал и был таким тихим. И было, или есть, ишь бы такое слово Господне. Видишь ли, как он унизил себя Ахав предо мной. За это его унижение предо мной не наведу беду на него в его дни, но во дни его сына наведу беду на его род. То есть все-таки он каким-то образом отсрочил этот приговор. И на самом деле вот интересное противостояние Ильи и Ахава здесь, по сути дела, еще не заканчивается, потому что оно продлится уже в его потомстве. И история о том, как пророк, призывающий следовать воле Божией, пророк, который требует от царя соответствия все-таки той роли, которую царь играет, с одной стороны, и царя, который действует по каким-то своим выгодам, иногда каким-то своим расчетам, или просто даже по такому эмоциональному движению души. Вот виноградник захотел, вот что-то еще. Вот это противостояние есть содержание вот и второй половины третьей книги царей, и четвертой книги царей в значительной степени. Может быть, вообще израильская история, как она изложена в Библии, как видит ее наш повествователь, ну и как, если мы читаем эту книгу Бога вдохновенной, как, собственно, Господь описывает эти события. Мелочей нет. Несправедливо отобранный участок, особенно если это сочетается с убийством его владельца, а мало ли таких эпизодов, когда там в споре о собственности прибегают к бандитам или к там несправедливым судебным приговорам, мало ли таких историй. Вот это то, что определяет жизнь всего народа, определяет жизнь государства в конечном итоге, в большей степени, чем война, например, с арамейским соседним царством.